Господа, сегодня я хотел вам рассказать про некоторые виды графиков в питоне. Графики в питоне. Меня зовут Перлин Владислав Абрамович. Вот это мой e-mail. Так что, если будут какие-то вопросы, я, если смогу, отвечу. Я хотел бы обратить особое внимание, что когда речь идет о графиках, то тут возникает некоторое недоразумение. И первое недоразумение, которое тут часто возникает, это люди путают график и графику. Это, разумеется, не одно и то же. И первая ошибка, которую люди пытаются сделать, это для построения графиков использовать разного рода общие средства компьютерной графики. Ну, для порядка я расскажу, что это может быть. Значит, общее средство компьютерной графики, ну буквально несколько слов. Это, во-первых, средство проектирования графического интерфейса пользователя. В случае с питоном, это, скорее всего, будет библиотека PyCube. Версия 5, которой у нас когда-нибудь будет отдельный семинар посвящен. Но это библиотека графического интерфейса. Извините, пожалуйста, вот это то, что вы сейчас будете писать, это вот, мы будем сейчас записывать, и это просто все написано, я просто... Нет, нет, записывать или нет, это вы решайте, но... Нет, просто я могу записывать у вас... Нет, у меня это не записано, естественно. Вот, но я просто хотел бы обратить внимание, что это все-таки семинар, поэтому здесь цель не столько что-то конкретное запомнить, сколько сориентироваться в ситуации. Я понимаю, да, нет, тогда лучше просто, значит, для того, чтобы писать ваш адрес... Разумеется, нет, но адрес, это уж по желанию хотите, но я полагаю, что это не так уж и много. Вот, итак. Но это как бы средство проектирования графического интерфейса, о них сейчас у нас речи не пойдет. Что касается средств компьютерной графики, то ее можно подразделить на, условно говоря, две группы инструментов, но это очень условно, очень писано вилами по воде. Первое, это группа стандартной экранной графики. Обычно это инструмент OpenGL, который называется, открытая графическая библиотека, она в частности применяется для компьютерных игр. Это библиотека трехмерной графики. По поводу PyQ5, господа, давайте я в конце об этом скажу. У нас, к сожалению, этот курс в таком виде отсутствует, пока она, возможно, будет. Так вот, OpenGL это библиотека трехмерной графики. К ней доступ можно получить различными способами. В частности, в питоне есть пакеты PyGlet, пакет PyOpenGL, которые дают к ней вполне адекватный доступ. Использование ее это тема отдельного разговора, сейчас подробностей мы говорить не будем. Второй вариант, это библиотека, которая считается попроще, здесь ключевое слово считается. Она, может, конечно, и попроще, но у нее просто своя группа возможностей. Эта библиотека называется PyGain, о которой семинар у нас некоторое время назад был, и вы можете посмотреть его видеозапись. Вот, она, но и OpenGL, и PyGain, это библиотеки общего назначения. Они могут, грубо говоря, рисовать что угодно. Существует, я не буду их перечислять, некоторое количество инструментария для библиотек типографского назначения. Библиотеки типографского назначения предназначены для того, чтобы делать графику на бумаге. Они, конечно, могут... Нет, господа, вот по поводу ТК-Интер я сразу скажу. Можно рисовать и углем на заборе. Да, но ТК-Интер библиотека устаревшая и используется только в тех случаях, когда графика, которая нам нужна, откровенно примитивна. Вот, потому что единственное ее преимущество заключается в том, что она имеется в питоне в комплекте поставки. Этим ее преимущество и исчерпывается. Вот, в наше время с наличием библиотеки, с использованием библиотеки ПИП, вот этого инструмента, отсутствие какого-либо пакета в стандартном комплекте поставки уже не является решающим преимуществом. То есть, преимущество, но уже не решающее. Вот, я не буду говорить, специально не упомяну библиотеку, которая есть в стандартном комплекте поставки, которая называется Turtle. Значит, эта библиотека примерно соответствующая разделу школьной программы, называемой графикой черепашек. Поэтому, если кто хочет изучить материал соответствующего раздела школьного учебника, то вот милости прошу, эта библиотека вам в помощь. Но эта библиотека специально оставлена в комплекте поставки для того, чтобы облегчить, использовать питон именно как учебный предмет. Для работы с полномасштабной, полнообъемной графикой она в наше время не предназначена. Хотя, чисто теоретически, это правда в наше время вещь маловостребованная, но все-таки. Не скажу, что совсем не востребованная. Чисто теоретически ее можно использовать для программирования графопостроителей. Но лично я не пробовал и не слышал, чтобы кто-то это делал. Но, в принципе, в описании это написано. Поэтому об этом мы говорить не будем, но если вдруг... Вот. Поэтому библиотеку Токаинтер мы из рассмотрения сразу исключаем. Я даже ничего о ней не говорю. Все это... Вот. Господа, позвольте мне не реагировать на вопросы. Не потому, что я... Вернее, не на все, а на некоторые. Которые я вот в течение ближайших 10 минут и так планировал ответить. То есть, если я не планировал в течение 10 минут на вопрос отвечать, то я на него отреагирую. Если планировал, то просто чуть-чуть позже будет... Можно. Все можно, но об этом отдельный разговор. Об этом отдельный разговор. Наша цель сейчас немножко другая. Так вот, господа. В принципе, все эти библиотеки для написания графиков можно использовать. Но это не самая хорошая идея, потому что... Есть две причины, почему это не очень хорошая идея. Дело в том, что, во-первых, первая и не самая важная причина заключается в том, что вам придется выполнить слишком много работы для этого. Это слишком муторно. Один простой пример. Например, та же библиотека OpenGL. Это библиотека экранной графики. Представьте себе. Да, то есть она рисует на экране. Но ведь когда мы строим график, для нас является типичной ситуацией, когда мы график рисуем на экране, а потом хотим напечатать на бумаге. Так вот, OpenGL в плане печатания на бумаге бесполезна от слова совсем. Поэтому нам придется пользоваться какой-либо из библиотек типографского назначения. Но я их не стану перечислять, их много. То есть, по сути, дважды программировать одно и то же. Это как минимум. Не говоря уже про то, что график... Это довольно много всякой рутинной работы. И написать его в лоб, в общем-то, ну, не так-то и просто. Поэтому хотелось бы, чтобы эту работу выполнил кто-то за нас. Вторая причина более серьезная. Дело в том, что рисование графиков и диаграмм в крайне высокой степени стандартизовано. Это, кстати, довольно часто встречающаяся ошибка программистов, которые пытаются программировать графики. Они рисуют их нестандартным способом. А потом удивляются, почему потребители крутят носом. Господа, пожалуйста, я попрошу обратить внимание, что рисование графика нестандартным способом запрещено. Просто от слова совсем. Если даже заказчик просит нарисовать его нестандартным образом, то первое, что мы должны предположить, это то, что у заказчика не все дома. Что у него с головой не все в порядке. И только второе, что мы должны предположить, это то, что ему и вправду это надо. Первое предположение оказывается истинным, по моему опыту, в 80% случаев. И выражается это не в том, что у заказчика буквально не все дома, а в том, что тот, кто вам формулирует требования, не является конечным потребителем. Обратите внимание, что в наше время эта ситуация довольно распространена. когда кто-нибудь решает заказать нам программу, и при этом назначает какого-нибудь человека, чтобы он формулировал нам требования. Этот человек может сам не до конца понимать, что требуется. То есть это в наше время очень распространенная ситуация. Это типичный случай, когда у нашего заказчика, наш заказчик не вполне адекватен. Поэтому это общее правило. График обязан быть нарисован стандартно. Эти стандарты, в общем, всем известны. Источником их является стандарты для написания дипломных работ и диссертаций. То есть каждый, кто с этим имел дело, может просто заглянуть и посмотреть. Но, конечно, стандарт не означает, что мы обязаны все соблюдать. Шаг влево, шаг вправо, побег. Он, конечно, свободу маневра дает. Так вот, давайте посмотрим, какие же существуют инструментарии для рисования графиков и диаграмм на языке Python. Кстати, сразу хочу сказать, что не все эти инструменты рассчитаны на использование на языке Python, и это существенно. Во-первых, в библиотеке PyCute, а точнее в библиотеке Qt, давайте я даже вот так нарисую, в библиотеке Qt есть модуль, он доступен через PyCute. Модуль этот называется KUTE Charts. Или KUTE Charts. Вот так. Я, честно говоря, сейчас немножко не припоминаю. Он позволяет нам нарисовать графики, диаграммы примерно в том виде, в каком мы их привыкли видеть в программе Excel. Но он не очень хорошо их печатает на бумаге. То есть он умеет их печатать на бумаге, но, к сожалению, делает это не очень хорошо. Но в этом плане он не сильно уступает программе Excel. Я обращаю внимание на этот инструмент, так как он относится к Qt, да, к Qt Charts мне вот подсказывает. Но так как он относится все-таки к Qt, лучше его рассмотреть там. Тем не менее, я бы порекомендовал использовать этот инструмент, потому что, когда мы имеем дело с бухгалтерией, бухгалтеры привыкли иметь дело с Excel, и очень часто сравнивают наши программы с возможностями Excel. Если они очень-очень хотят, чтобы было как в Excel, то вот есть такая возможность. Вот. Но это все-таки немножко не тот вариант. Значит, для того, чтобы рисовать графики и диаграммы, есть два инструмента общего назначения, которые не связаны именно с Python, но могут использоваться на Python. Первый из них называется GNUplot. Значит, GNUplot – это, пожалуй, самая примитивная программа, которая умеет рисовать диаграмму. Давайте я сейчас попробую ее страничку вывести на экран. Я сразу скажу, что на практике я эту программу показывать не буду. вы с ней довольно легко разберетесь. Вот она. Значит, вот давайте посмотрим картинки. Значит, это программа, какие у нее есть особенности? Во-первых, она сама написана не на Python, поэтому напрямую она не может быть вызвана из программы на Python. Представляет собой самостоятельно исполняемый модуль. Обрабатывает некий текстовый файл. То есть для того, чтобы она обработала наши данные, нам нужно эти данные предварительно сохранить в текстовом файле. и формирует нам картинку. Но эта программа написана в том, что в стиле UnixWay, который называется, то есть по-юниксовому. То, что называется UnixWay. Что это означает? Это означает, что она написана так, чтобы максимально облегчить пользователю передачу данных ей и прием результата. Картинки она может выводить в самых разных форматах. То есть форматы всем нам привычные. Там PNG, GIF, JPEG. Векторную графику может выводить в нескольких форматах. Но она может быть запущена на Python при помощи стандартного питоновского модуля субпроцесс. Причем можно сделать так, что мы даже не будем сохранить промежуточный файл на диск. Потому что программа Unplot умеет принимать данные на стандартный вход и выводить их на стандартный выход. Питоновский модуль субпроцесс вполне с этой задачей справляется. То есть он может передать данные другой программе на стандартный вход, получить их со стандартного выхода, и мы можем радоваться. Вот. Итак, преимуществом этой программы является ее простота. То есть она банально проста, освоить ее очень легко. Она не связана именно с питоном, что тоже очень важно. Например, можно ее встроить без проблем в сайт свой, если он написан даже на PHP. Если наша программа написана не только на питоне, а на питоне и чем-то еще, то эта программа, ей это все равно. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но все же эта программа довольно... Да, и еще что важно. Вот, к сожалению, тут приведены не самые характерные примеры, но давайте я попробую поискать получше. Вот. Вот хотя бы по этой картинке видно, что программа GnuPlot рисует диаграммы в строжайшем соответствии со стандартом. То есть она делает все вот строго-строго-строго в том виде, в каком принимают в журналах. Поэтому, если вы хотите сформировать картинку для журнала, сделать это при помощи GnuPlot самый простой и дешевый способ. Ну, вот здесь вот вы можете посмотреть разные другие виды диаграмм. Но все же, если диаграмма, которую нам предстоит нарисовать, очень сложна, ну вот тут вот нет таких сложных диаграмм, но это и правильно. Если она очень сложна, то использовать эту диаграмму, этот инструмент, наверное, не самая блестящая идея. Кверхмерные объемы? В принципе, да. Если видите, вот здесь есть такой пример. Да. Но, повторюсь, использовать этот инструмент для сложных диаграмм не самая блестящая идея. Потому что его примитивность и простота в этом случае оборачиваются оборотной стороной. Как всегда, работая с простым инструментом, это очень хорошо, если нам надо выполнять простые задачи, но это уже не так хорошо, если задача наша непроста. Потому что тогда нам придется отверткой, там, я не знаю, закрутить отверткой пару шурупов, наверное, незачем нам брать шуруповерт для этой цели. Но если у нас шурупов тысяча, да еще они там по-всякому, по-хитрому расположены, то отверткой мы замучаемся. Хотя использовать шуруповерт может быть и сложнее, чем отвертку. Вот. Поэтому про эту возможность эту возможность мы с вами запомним. Но давайте посмотрим и другие. Следующая программа, которая обладает всеми теми же свойствами, что и Gnuplot, но предназначена не для рисования графиков, а для рисования диаграмм. Называется она вот так. Граф Виз. Давайте я тоже попробую открыть ее страничку. Обратите внимание, что все-таки Gnuplot предназначен именно для графиков. А вот граф Виз предназначен именно для диаграмм. Работает он по той же схеме, что и Gnuplot. То есть берет некий файл с диска. Формат этого файла стандартизован довольно просто. Его можно посмотреть здесь в документации. После чего формирует картинку в том формате, в каком надо. И вот здесь приведены виды диаграмм, которые умеет рисовать граф Виз. Граф Виз не связан конкретно с Питоном. Это независимая программа, поэтому используется она по той же схеме, что и Gnuplot. То есть мы можем взять питоновский модуль субпроцесс и при помощи этого модуля запустить какую угодно программу. Кстати, господа, из того, что я говорю до сих пор, я встрою одна важная вещь. Что выполнять все вот эти работы в операционной системе Windows не слишком-то хорошая идея. Значит, я не скажу, что нельзя. Можно. Можно. Но дело в том, что вот эти возможности использовать программу Unix-подобную, Unix-Way, на Windows они, конечно, ну, вернее как, Python обеспечивает возможность сделать так и на Windows. То есть в принципе это возможно. Но так как операционная система Windows все-таки это не в ее традициях, опять-таки, не то чтобы она этого не умела делать, но на Windows это не в ее традициях. Поэтому подобного рода механизм работает на Windows не блестяще. То есть там постоянно вылезают всякие посторонние окошки, там окно консоли может вылезти ни с того, ни с сего, там, где его об этом не просят. Вот. То есть могут всякие мелкие неприятности нас подстерегать. Разумеется, можно от них избавиться, разумеется, можно это все обойти, но это требует все-таки некоторого труда. Поэтому, если вы занимаетесь, ну, в общем-то это такое мнение, которое я могу считать общепринятым в наше время, что если вы занимаетесь научной работой, то ваша операционная система называется Unix, то бишь Linux. Ну, в наше время обычно это Linux, хотя другая Unix-подобная система тоже вполне подойдет. Вот. Ну, дискутировать на эту тему я сейчас не буду, но уж во всяком случае, что точно бесспорно, это то, что если вы занимаетесь научной работой, то операционную систему Linux вы обязаны знать. Вот это уж сто пудов. Пользуетесь вы ее, не пользуетесь вы ее, это может определяться различными факторами, да, там всяко в жизни бывает, но уж знать ее это обязательно. Вот. Хотя бы на тот банальный случай, что... Вообще практика показывает, что те, кто туда, кто Linux осваивает, потом очень не хотят возвращаться обратно. Вот. Но это уже философия, а вот практика, она такова. Вот. Итак, господа, вот вы тут можете увидеть самые разные. Вот это вот, кстати, как ни странно, но вот это самая простая диаграмма, только довольно здорово запутанная. Да? Можно здесь поискать диаграммы посложнее. Вот, например. Да, это диаграмма на основе графа. На самом деле, граф Виз, он именно потому и назван граф Виз, да, графы, да, потому что все диаграммы, которые он рисует, это диаграммы, основанные на графах. И вот это в том числе. Кстати, с точки зрения математики, то, что вы здесь видите, это некоторая разновидность диаграммы Воранова. Вот. Правда, я не вижу, какая сетка тут нарисована. Вот, кстати, исходный файл, вот тут можно посмотреть, какой он. Я, к сожалению, не вижу сетку, которая тут нарисована. По-моему, это все-таки не сетка Деланы. Но как бы то ни было, вот такие вот вещи мы тоже вполне можем здесь делать. ГИСы классические у вас не используют. Что? Знаете, ГИСы, они используют и это, но обратите внимание, что вот это все же не карта. Да, вот то, что вы видите. Потому что диаграмма Воранова это не карта. Диаграмма Воранова это диаграмма, которая определенным образом делит плоскость на сферы влияния. Нарисовать карту вот этими двумя библиотеками, Гнуплот и Графвиз, все-таки может и можно, но они для этого не предназначены. Значит, сразу я по поводу карт, по поводу картографии. Классически для картографии используется библиотека, которая называется вот так мапник. Первая половина слова английская, вторая половина слова русская. Но она действительно так называется. И она, в общем, является, ну, например, этой библиотекой пользуется сайт OpenStreetMap, многие другие пользуются этой библиотекой, но, господа, да, но, господа, садитесь. К сожалению, возможно, я плохо ее осваивал, но, когда я пытался освоить эту библиотеку, я натолкнулся на одну очень неприятную ее особенность, а именно отвратительную документацию. То есть, сказать, что эта документация отвратительная по ней. Это значит очень сильно польстить этой документации. То есть, у меня, а захарактеризовать ее у меня просто слов нет. Да? Лучше бы ее уж не было совсем. Исторически сложилось, что, так как эта библиотека сама по себе написана на C++, и у нее есть привязки к питону 2. Когда-то, много лет назад это было сделано, ввиду того, что документация ее отвратительная, привязок ее к питону 3 по-нормальному до сих пор не сделан. Это во-первых. Но это бы еще было бы полбеды. Потому что это, в принципе, можно помучиться и обойтись. Проблема в том, что мне, например, не удалось привезти карту, нарисованную на этой библиотеке, в соответствии с ГОСТом. Дело в том, что, ну, кто занимается этим вопросом, тот знает, что на всякого рода карты существуют довольно строгие ГОСТы, особенно на топографические карты. Так вот, эта библиотека теоретически умеет их рисовать в соответствии с ГОСТом. Но так как у нее документация отвратительная, то выполнить это на практике лично мне не удалось. Поэтому, если кто будет разбираться в этой библиотеке, имейте в виду, что либо вы ее будете использовать так, как все, без перенастроек, просто в лоб, вот как есть из коробки, либо готовьтесь к жуткому геморрою с разбирательством. Поэтому я сейчас о ней говорить не буду, потому что кроме этих слов мне про нее сказать нечем. Лично мне. Но, господа, повторюсь, что не исключено, что я просто плохо в ней разбирался и на самом деле она вполне себе умеет все делать. а вот теперь как бы библиотека, которую, как правило, используют для работы на питоне. Кстати, господа, я специально уделил довольно много времени другим возможностям, то есть тем, которые используют не как правило. Но я бы, кстати, и не сказал, что как исключение. Просто они менее используют. Я специально уделил им времени довольно много, потому что, к сожалению, у нас на курсах мы о них ничего не говорим. Вот. Но о том, что... Ну, или почти ничего. Но все-таки знать о том, что они существуют и вполне себе работают весьма-весьма-весьма полезно. Потому что библиотека MatplotLip, о которой сейчас пойдет речь, она, пожалуй, самая универсальная. Пожалуй, она не умеет делать только полноценные анимации. Хотя не скажу, что она не умеет делать анимацию. Она ее умеет делать. Но все-таки эта анимация упрощенная. Вот. Ну, это тоже и понятно, почему она упрощенная. Но все остальное она делать умеет. Но платой за эту универсальность является ее довольно высокая сложность. Поэтому изучение этой библиотеки требует все-таки определенного времени. У нас посвящен ей специальный раздел в курсе Python 4 часть, который посвящен как раз расчетно-графическим задачам на Python. Значит, что нужно знать про эту библиотеку? Сейчас мы несколько рисунков на ней сделаем. Вот. Что про эту библиотеку надо знать? Про эту библиотеку надо знать, что она работает в паре с библиотекой NumPy. Библиотека NumPy собственно предназначена как раз таки для расчетов на Python. Сама по себе эта библиотека написана в основном на фортране, что имеет ряд важных последствий. В частности, это означает, что работая с библиотекой NumPy, вы делаете все расчеты стандартным способом, а это значит, что дурацких вопросов типа «А кто вашу библиотеку тестировал?» вам задаваться не будут. Вот. Это значит, в частности, что к ней можно довольно легко прикрутить дополнительные модули на фортране. А дополнительных модулей на фортране вагон и маленькая тележка. На самом деле, ни один другой язык в мире не имеет такого количества дополнительных библиотек, как фортран. Даже Python в этом ему уступает. Вот. Но, как бы то ни было, сейчас нас интересует все-таки графика, а не расчет. Это первое, что надо про нее знать. Второе, что про нее надо знать. Библиотека AmadFloatLip предназначена для работы в двух режимах. В интерактивном, то есть, можно прямо на ходу рисовать графики. Это очень важно, если мы занимаемся аналитической работой. И работает она в обычном программном режиме. Это очень важно, если мы намерены с вами полученные нами картинки, например, разместить на сайте. Понятно, что сайт, сервер сайта работает не в интерактивном режиме, а в программном. соответственно, мы можем картинки эти сохранять в файлы, ну, в файлы, и не только в файлы, и отправлять прямо пользователю. Значит, в чем еще важное преимущество этой библиотеки? Вот она то, как раз написана на чистом бетоне. Ну, кроме NumPy, естественно. А NumPy, хоть он и написан на фортране в основном, но отчасти на си, имеет к питону так называемые чистые привязки. То есть, от английского слова seamless, бесшовные привязки. Господа, дело в том, что если у нас имеется сифшная библиотека, то вообще-то говоря, сделать ее привязку для питона это дело довольно просто. то есть, это можно там посидеть день-два и привязка у нас готова. Ну, простая. Но, к сожалению, и для подавляющего большинства случаев это нам вполне подходит. Но, к сожалению, из любого правила есть исключение. Дело в том, что привязка, сделанная простым способом, может некорректно работать в одной довольно важной ситуации. представьте себе, что у нас есть некая программа, которая в свою очередь вызывает нашу программу на питоне. А сама исходная программа написана не на питоне. Ну, это может быть игровой движок, там, еще что-нибудь. Короче говоря, питон не является первичным языком программирования, а используется в качестве скриптового языка. Я напомню, что называть питон скриптовым языком вообще говоря неверно, но в этом качестве он использоваться может. А вот уже из нашей программы мы вызываем какой-то пакет. Так вот, в некоторых ситуациях, я сейчас не буду говорить об этом, вот такая деталь обсуждать, вот такая доморощенная привязка может нормально не заработать. Главным образом это связано с банальной вещью. Дело в том, что сишная библиотека, она имеет вид дейлерики. Так вот, в этом случае, если у нас питон является первичным запускаемым языком, то он сам непосредственно общается с операционной системой и находит все дейлерики, какие может найти операционные системы. То есть, тут проблем у нас нет. Или, вернее, если они есть, они решаются стандартным способом. Но, к сожалению, вот эта вызывающая программа, движок, который вызывает наш скрипт, он может сам до нас пообщаться с операционной системой. И если наша привязка об этом не позаботилась, если она не является бесшовной, то она может не найти своих дейлерик. сделать бесшовную привязку не очень сложно, но это требует все-таки определенной возни, повозиться. Так вот, привязка numpy является таковой. А это значит, что тот факт, что она не полностью написана на питоне, нас вообще не волнует. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока мы к ней модули расширения не делаем. А это, в частности, означает следующую немаловажную вещь. Одну из. пожалуй, вещь, на которую я хотел бы обратить внимание. Существует такая достаточно стандартная задача, как генерация изображений по данным из базы данных. Есть у нас база данных, и мы по этим данным должны сгенерить изображения, причем, если эти изображения у нас редко изменяются, мы их можем прямо в эту же базу данных и сохранить. Так вот, господа, если мы в качестве базы данных используем базу PastGrey SQL, то она умеет писать, я назову устаревший термин, хранимые процедуры. На самом деле этот термин сейчас не применяется, говорят, функции. Но давайте я немножко скажу по-старому. Так вот, база данных UBD PastGrey SQL умеет писать хранимые процедуры на питоне. А это в частности означает, что мы можем воспользоваться библиотекой Matplotlib не только в программе на питоне, но и при разработке базы данных PastGrey SQL. И в частности воспользоваться библиотеками Matplotlib, NumPy и ИЖЕСНИМ. Правда, должен сказать, что если мы все-таки решим этой возможностью воспользоваться, нам с вами необходимо будет позаботиться о как это сказать, о том, что называется быстродействие. То есть у нас у PastGrey SQL сервера может в результате снизиться быстродействие. Но это понятно. Почему? Потому что подготовка графиков все-таки задача ресурсоемка. Но это уже вопрос скорее к специалистам по PastGrey SQL. Вот, то есть, ну вот, это мы можем в рамках другого семинара обсудить. Так вот, давайте теперь посмотрим на картинки сначала в библиотеке Matplotlib, чтобы иметь общее представление о том, какие виды графиков оно умеет делать. Смотрите, ну вот это вот, вы видите обыкновенный график, точечная диаграмма, вот это вот вы видите тоже обыкновенный график, да, обычная диаграмма с кружочками, гистограмма, кстати, обратите внимание, что гнуплот сам по себе гистограммы рисовать не умеет, ему нужны заранее подготовленные данные, а вот Matplotlib имеет рисование гистограммы по сырым данным. Сейчас мы попробуем это сделать. Диаграммы потопов, пожалуйста. Правда, к сожалению, мне не доводилось их самому делать, но вот как это делается, вот здесь вот везде есть примеры, так что вы можете их посмотреть. что бы я еще хотел поотметить. Вот это классическая диаграмма а-ля розоветров. Но должен, кстати, обратить внимание, что на самом-то деле диаграмма типа розоветров, вот если вы посмотрите здесь повнимательнее пример, на самом деле это не диаграмма никакая, это просто многоугольник, нарисованный в полярных координат. То есть Matplotlib умеет использовать любую известную нам систему координат, полярные координаты, прямоугольные, в принципе можно использовать и разного рода цилиндрические координаты, эллиптические координаты, но давайте сосредоточимся на том, что чаще встречается в жизни. Так вот, библиотека Matplotlib умеет рисовать и произвольные многоугольники. Вот то, что вы тут наблюдаете. А это в частности означает, что если библиотека Matnik нас не удовлетворит, вообще я говорю, повторюсь, она нас может не удовлетворить и наверняка не удовлетворит, только по одной причине, хотя правда очень важной, по той, по которой я нас назвал, отвратительная документация. При всем высоком, без дураков, качестве этой библиотеки, она действительно высокое качество, разобраться в ней очень сложно. Так вот, Matplotlib может нам, ну, мы можем нарисовать карту вот этими вот средствами. Должен сказать, что это не очень сложно, вот, хотя, для того, чтобы она соответствовала стандарту, повозиться придется. Должен сказать, что библиотека Matplotlib, Matplotlib, разумеется, не умеет считать картографические проекции. Но это не является проблемой, потому что у нас существует в комплекте библиотека, которая называется Prodge.4. Вот она, все картографические проекции к нашим услугам. А если данные, картографические данные хранятся в базе данных, то я настоятельно рекомендую воспользоваться для этой цели расширением PostGIS для PostGIS.co.l. И там пересчет картографических проекций может делаться прямо средствами базы данных. Короче говоря, хотя библиотека Matplotlib рисовать проекции и не умеет, но это не является проблемой. Потому что библиотека Prodge.4 легко пересчитывает координаты как надо. Вот. Давайте посмотрим еще. На какие возможности я хотел бы еще обратить внимание. Это я сейчас пролистаю. Часто задают вопрос, есть ли 3D график. Как видите, она гораздо более полноценна, чем та, которую делает Gnuplot. Опять-таки соответствует стандарту. И если вы посмотрите повнимательнее, то вы увидите, что этот график нарисован не в кабинетной проекции, а в стандартной диметрической. Те, кто разбирается в вопросе, те знают, что кабинетная проекция, к сожалению, искажает изображение. Она была в свое время разработана не для того, чтобы правильно рисовать диаграммы и графики, а для того, чтобы их было удобно рисовать карандашом, циркулем, линейкой и же с ними. Но в наше время кабинетная проекция уже не является единственным стандартным. И вот здесь вы видите стандартную диметрическую проекцию, которая нам дает нормальный график, который мы можем смотреть уже не напрягаясь. Вот. Что еще я здесь хотел бы показать? Диаграмма. Вот здесь вот показаны символы для графов. Графы библиотека Matplotlib рисовать тоже умеет, но, господа, должен сказать, что по сравнению с библиотекой GraphVis Matplotlib не делает одной важной вещи. Она не подбирает расположение узлов графа так, чтобы было удобнее. Поэтому она не выполняет компоновки. Правда, та компоновка, которую делает GraphVis нас устраивает далеко не всегда. Она все-таки довольно проста и, можно сказать, примитивна. Но Matplotlib не делает и этого. Поэтому если вам нужно рисовать граф, полноценный нормальный граф, то все-таки рассмотрите возможность воспользоваться библиотекой GraphVis. об этом я уже несколько слов сказал. Для того, чтобы на самом деле вот это не картографическая проекция, это некое к ней приближение. Если вы хотите использовать полноценную, то, стало быть, библиотека Prodge 4 нас спасет. К сожалению, я не вижу здесь примера. Но этот пример он точно где-то вы, видимо, отсюда убрали. А сам нарисовать я не догадался. Возможность библиотеки Matplotlib, которая мне действительно очень сильно помогла и которую я нигде больше не нашел, это возможность рисования гномостереографических проекций в целях задачах кристаллографии. Так что, если кто-то из вас занимается кристаллографией, я прошу обратить внимание, что эта возможность поддерживается. То есть, гномостереографические проекции мы можем изобразить по данным на рентгеновских снимках, на рентгеноструктурного анализа и вполне этим воспользоваться. Правда, для того, чтобы этот процесс автоматизировать, нужно еще воспользоваться библиотекой, которая тоже имеет привязку к питону и называется OpenCV, OpenComputerVision. В чем интерес этой библиотеки? К сожалению, подробно о ней рассказать я не смогу. Возможно, у нас будет курс, посвященный этой библиотеке, в рамках курса интернет-вещей. У нас есть такая группа курсов, называется интернет-вещей. Вот в этой серии, возможно, будет курс, посвященный библиотеке OpenComputerVision. Так вот, если библиотеки, о которых я говорил до сих пор, были предназначены для того, чтобы рисовать графику в том или ином виде, то библиотека OpenComputerVision предназначена в первую очередь для того, чтобы ее анализировать. То есть, берем снимок и при помощи этой библиотеки находим все, что нам на нем интересно. В частности, она содержит модуль распознавания лиц, модуль детектор движения, ну, много-много чего. В частности, она в содружестве с библиотекой Matplotlib умеет анализировать снимки рентгеноструктурного анализа. Вот. Вот если их соединить вместе, то, пожалуйста, кстати, во многих электронных микроскопах это уже встроено современно. Вот. Но это все-таки не все с этим будут иметь дело, поэтому давайте пойдем дальше. Сейчас я отыщу. О! Вот эту возможность очень любят экономисты. Эти диаграммы это так называемая диаграмма японских свечей. Она экономистами используется для анализа биржевых трендов. Вот. Соответственно, те из вас, кто будет заниматься анализом процессов на бирже или вообще экономическим анализом, то я его настоятельно рекомендую. Но за себя должен сказать, что по моему мнению биржевой анализ это не самое интересное место, где эти диаграммы могут быть приняты. она может использоваться с таким же успехом в любых процессах, где нам надо выявить его тенденцию. Вот я хотел бы еще обратить внимание на эту диаграмму, потому что я пару слов еще скажу из серии таких характерных просчетов при программировании. Господа, я прошу прощения, что я сейчас буду на нашем семинаре в основном рассказывать, к сожалению, показать непосредственно в действии я мало что успею по той простой причине, что, ну, во-первых, я сейчас сделаю умное лицо, как всегда в таких случаях, надо обязательно делать умное лицо. Во-первых, подробно мы будем об этом разбираться на наших курсах. Но это не главная причина. Дело в том, что даже самая простая задача по написанию графика потребует от меня работы минут на 20. к сожалению, если я это сделаю, я не успею ничего рассказать. Вот, поэтому вот это главная причина. Но кое-что мы все-таки попробуем сделать. Вот, поэтому я вот давайте эту закладочку даже не буду убирать, оставлю. Вот, вот здесь все возможные виды статистических диаграмм. вот вот это диаграмма, которая в русской литературе называется диаграмма народонаселения. На самом деле она, конечно, не только народонаселения имеет дело, она используется в самых разных случаях, но вот такой вот ее вид. Ну, вот еще те же японские свечи вы можете увидеть в самых разных видах. Кстати, господа, я хотел бы, вот посмотрим мы на эти красивые картинки, но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что графики являются существенно стандартными, поэтому слишком заниматься их украшательством я лично, я лично от себя не советую. Но воля ваша, кто хочет, пожалуйста, запретить тому никто не вправе. Кстати, вот эта диаграмма, которую я нарисовала простой, простой многоугольник, это я к тому, что именно эти возможности используются в Matplotlib для картографии. Вот. Что я хотел бы показать еще? А. Ну, разумеется, это я даже не буду особо говорить, разумеется, она умеет работать и просто с обычными картинками, да, но это может быть очень важно, но тут особо сказать нечего. По поводу штрих-кодов, теоретически она умеет рисовать и штрих-коды, но мне не удалось нарисовать это так, чтобы было полезно на практике. Но, в принципе, может быть, вам удастся. Вот. Господа, давайте я теперь, ну, дальнейшее, кстати, вот, самая важная вещь, про которую я чуть не забыл. Это изолинии. Диаграмма в изолиниях. Должен сказать, что на практике мне приходится сталкиваться с ситуациями, когда именно необходимость нарисовать изолинии является неимоверной головной болью тех, кто рисует диаграмм. Потому что данные в изолиниях обычно представлены, исходные данные для изолинии обычно представлены в совершенно неудобоваримом виде. Вот. И поэтому сама диаграмма изолинии получается какая-то жутко рваная, жутко покореженная и жутко неадекватная. Что я могу сказать по поводу изолинии? Существуют две методики, два подхода. Один из них продемонстрирован здесь. Когда исходные данные тем или иным способом привязываются к узлам квадратной сетки, ну, или прямоугольной сетки. Соответственно, по узлам прямоугольной сетки библиотека Matplotlib из коробки чертят нам изолинии. Ну, то есть, линии равных высот, линии равных давлений, линии равных глубин и так далее и так далее. К сожалению, получить такие данные на практике дело довольно непросто. поэтому существует и другой вариант. Я сейчас про него расскажу, к сожалению, опять-таки, чтобы это показать на практике, мне хотя бы час понадобится, поэтому, возможно, я в каких-нибудь дополнительных материалах это покажу, но два слова скажу. К библиотеке NumPy прикладывается дополнительно еще одна библиотека, называемая Cipy. она не обязательно для использования SmartPlotLib, то есть можно ее и не использовать, но в данном случае у нее есть одна очень важная и полезная для нас возможность. Она умеет по заданному набору точек построить стандартную триангуляцию Деланы. То есть это стандартный метод триангуляции, я даже напишу, как она называется, это триангуляция Деланы. Ой, извините. Вот если я ничего не путаю, то фамилия пишется вот так. Ой, извините. извините, не силен во французском, но интересно, что Борис Делане был вполне себе советским ученым. Вот. И равно как и его предки, кстати, были вполне себе российскими учеными, за границей бывали в последний раз очень давно. Вот. Равно как и Иван Александрович Будуэн Дукуртоне. Наверное, за границей были его предки только во времена, когда были королями Иерусалимскими. Вот. Ну, это шутка, конечно. Вот. Но, тем не менее, фамилию его принято писать по-французски, ну, что логично. Так вот, господа, стандартная триангуляция Делане для построения изолений библиотекой Матплотлип тоже может использоваться. На самом деле, Матплотлипу вообще все равно, вот, какая сетка подложена в качестве исходных данных. Квадратная ли она, не квадратная ли она, единственное, что, ну, конечно, не все равно, потому что расчет по квадратной сетке, конечно, делается быстрее. но один товарищ, который очень опытен в этом вопросе, я не готов ни опровергнуть его мнение, ни присоединиться, но у него опыт, единственное, что я могу сказать, у него опыт больше, чем у меня, поэтому к его мнению, ну, может быть, стоит прислушаться, а у него мнение было таково, что непосредственно строить изолинии надо всегда по квадратной сетке, а эту реангуляцию Доланы использовать для того, чтобы получить квадратную сетку. Ну, таково его мнение. Я лично не готов высказать свое, скажу только, что для библиотеки Matplotlib с чисто технической точки зрения это не обязательно. Но мнение опытного человека я вам высказал. Вот. Вот это такая важная вещь. Ну, естественно, да, сейчас извините, это не то. Вот. Диаграмма течения. На самом деле это то же самое, что изолиния. Но только нарисованы здесь не сами изолинии, а нормальные к ним, перпендикуляры. Да? Вот. Соответственно, ну, это силовые линии, а ниже это то же самое. Вот. Так что, пожалуйста, вот они к нашим услугам. Тоже здесь. Господа, пожалуй, скажу сейчас несколько слов о том, какие могут быть подводные камни при использовании библиотеки Matplotlib. первое, первое, ну, назову только несколько, подробнее мы об этом поговорим на курсе. Самый неприятный подводный камень при его применении, давайте я все-таки на экран выведу наши картинки. Так вот, самый неприятный подводный камень при ее применении связан с источником данных. Проблема в том, что, к сожалению, библиотека Matplotlib, извините, библиотека NumPy, на которой основан Matplotlib, работает с массивами. Давайте я сейчас выведу какой-нибудь график и мы посмотрим на исходный код программы. Давайте я не буду его набирать сам, а мы посмотрим на готовый. И я нарочно в данном случае хочу воспользоваться кодом с сайта, чтобы вы могли легко его найти и посмотреть. Вот давайте возьмем простой график. В данном случае это функция синус простая. Так вот, господа, дело в том, что библиотека NumPy работает с числовыми массивами. А числовой массив, он, конечно, очень высокоэффективен, работает быстро и хорошо, но, к сожалению, он требует, чтобы все данные были загружены в память одномоментно, сразу. Что может быть для нас проблемой, если данных у нас много? Господа, обращаю внимание, что это, пожалуй, самый такой неприятный камень преткновения в задачах картографии. На карте много таки данных. Поэтому попытка отрисовать карту целиком сразу может натолкнуться на то, что она может рисоваться долго, не хватать памяти и так далее. Поэтому проблема подготовки данных здесь встает довольно остро. Специалисты по геоинформационным системам скажут сразу, что то, какие исходные данные мы даем для рисования карты, существенно зависит от масштаба карты. Именно по этой причине в ГИСах существует ряд стандартизованных масштабов. Кстати, господа, должен обратить по ходу дела внимание, так как карты так или иначе рисовать придется почти всем из нас, но специалистами по картографии конечно мало кто из нас является. Я хотел бы обратить внимание, что рисовать карту в произвольном масштабе вообще говоря нельзя. Существует ряд стандартизованных масштабов, их правда довольно много, но тем не менее. И рисовать нужно в одном из этих масштабов. Потому что если вы попытаетесь нарисовать карту в произвольном масштабе, то возникает вопрос, а как вы будете готовить данные двумя? В то время как в стандарте четко черным по белому написано, ну и в методиках, даже не в стандарте вернее, а в методиках, что для карты такого-то масштаба нужны такие-то данные, для такого-то масштаба такие-то и так далее, и так далее. Вот. Но это картография. нас может ожидать подводный камень в ситуации, когда мы, например, попробуем построить график температуры воздуха за год. Какой подводный камень будет нас здесь ожидать? Дело в том, господа, что если мы с вами построим график температуры воздуха за год, то исходные данные, ну, например, чтобы далеко не ходить, на данной метеостанции. Вот дана метеостанция, за год построите график. Проблема в том, что метеостанция дает нам данные о температуре воздуха каждые несколько часов. Там каждые три часа, там, ну, каждый час некоторый и так далее. Если мы попытаемся по этим данным в лоб построить график, я думаю, вы догадываетесь, что получится. Мало того, что у нас получится ну, просто слишком много этих данных. Это мало того. Но, кроме того, у нас еще и на графике будет сущая мазня. То есть, у нас просто график будет замалеван линиями, и там ничего не поймешь. А нам-то надо, чтобы график все-таки был нормальным. Ну, понятно, почему это произойдет. Потому, что ночью температура воздуха всегда там изрядно ниже, чем днем, ощутимый ниже. И поэтому, если мы спрессуем график за год на довольно небольшую площадь, то у нас получится как вот эта тонкая штриховка карандашом. Естественно, библиотека Matplotlib на это не обращает внимания. Вполне понятно. Она рисует, как мы едали. Поэтому, господа, когда вы готовите данные, пожалуйста, обращайте внимание на то, что данные должны быть адекватным масштабом. Возможно, при этом придется нарисовать не один график, а несколько. Потому что, если мы, например, строя график температуры воздуха за год усредним этот график по суткам, то, наверное, метеорологи мне скажут, что это, ну, по крайней мере, не все, что нам надо. То есть, среднесуточная температура, это, конечно, важный параметр, но далеко не единственный, который нам нужен. Поэтому, наверное, в этом случае нам надо построить отдельно график температуры днем, отдельно температуру ночью и среднесуточную. Наверное, я просто как пример возможной ситуации. Во всяком случае, если мы это делаем для какого-нибудь более или менее научно-популярного журнала, то это точно так. Если это для научных целей, для метеорологии, то это точно не только. так. Вот. Итак, первое, это подбор данных адекватных масштабов. Первый подводный камень, который нас здесь ожидает. Второй подводный камень, который может нас тут ожидать, связан с тем, что компьютер, что графики и диаграммы, вообще говоря, могут быть двух видов. Условно, их подразделяют разделяют на, я даже напишу, на когнитивную графику. Когнитивная графика и репрезентативная графика. библиотека matplotlib, само собой, разумеется, ни малейшего понятия не имеет о том, в чем с ними разница. у них разница. Потому что разница между ними в назначении. Первое, что мы должны сделать, прежде чем мы будем рисовать какую бы то ни было диаграмму, это ответить на вопрос, для чего она нам нужна. А цели у нас могут быть две. Первая цель это понять, что же там происходит. Если наша цель в том, чтобы разобраться в происходящем, то это когнитивная графика. У нас может быть и другая цель. У нас может быть цель показать всему окружающему миру о том, что у нас все круто. Вот это называется репрезентативная графика. Вот. Ну или наоборот, что у нас все очень плохо, надо выделить дополнительное финансирование. это тоже называется репрезентативная графика. Ну или уж совсем фантастический случай показать окружающему миру, как обстоит дело на самом деле. Говорят, так тоже бывает. так вот, господа, если мы имеем дело с когнитивной графикой, то нам с вами нужно подобрать такую форму представления данных, чтобы интересующий нас процесс был виден глазом. я, пожалуй, сейчас, даже не отходя от кассы, постараюсь привести один пример из учебника. Чтобы не ходить далеко за примером, я приведу пример прямо из учебника. Смотрите. А, нет, господа, я прошу прощения, я его привести не успею, поэтому я поступлю немножечко по-другому. Значит, у меня, если вы залезете на сайт нашего центра и отыщите там меня, вот, Перлина Владислава Абрамовича, там у нас будет, там будет у каждого нашего преподавателя и не только у всех. Есть раздел, который называется «Видеозаписи преподавателя». Вот, и там в числе прочего, там вот вот этот вот семинар, который я сейчас рассказываю, там будет, но кроме этого, там, естественно, и другие семинары, так что, пожалуйста, смотрите. И, кстати, не забудьте посмотреть видеозаписи и других преподавателей по тематикам, которые вас интересуют. В частности, рекомендую семинары Игоря Борисова, да, еще там есть у нас Федора Самородова, по аналогичным темам очень рекомендую. Так вот, и там еще выкладывают видеозаписи, которые преподаватель сам считает нужным выложить, которые никогда на семинарах не звучали. Вот я постараюсь в течение одной-двух недель вот этот пример когнитивной графики выложить на сайт в виде видеозаписи. Но вообще это довольно стандартный пример из учебника, вы его можете попробовать сделать эти сами. Он называется, я назову его название процесс Фернхюльста. Фернхюльста. Это процесс, который связан с именем, ну, это один из предшественников теории фракталов. То есть, на его работах, в частности, основана, в том числе и на его работах, основана известная работа Бенуа Мандельброта называется фрактальная геометрия природы. Вот, которая послужила дальнейшим развитию теории фракталов. Ну, об этом мы сейчас не будем говорить, но вот этот процесс Фернхюльста является хрестоматийным примером когнитивной графики, который при определенном подходе позволяет выявить особенности происходящего процесса. Вот. На жаргоне его иногда называют задачей о размножении кошек. На самом деле есть три задачи о размножении. Задача о размножении кошек, задача о размножении кроликов и задача о размножении крыс. Я скажу, раз уж я заговорил, в чем особенности этих задач. Кролики размножаются, ну, как считается, значительно быстрее, чем успевают умирать. поэтому родители могут быть живы тогда, когда уже родились их проправники. Вот. Это, значит, процесс размножения кроликов описывается знаменитым рядом Фибоначчи. Размножение крыс интересно тем, что крысы размножаются без определенных правил, они могут размножаться в любой момент. То есть, когда им хочется. У них нет сезона размножения. Поэтому размножение крыс описывается тоже стандартным процессом типа экспонента. А вот размножение кошек, интересно, что кошки размножаются только два раза в год. Поэтому любопытен такой эффект, который вы можете наблюдать собственными глазами. В некоторые годы у нас весь город в кошках. А в некоторые годы кошек почти нет. Вот вы присмотритесь и вы увидите, что ситуация именно такова. Так вот этот процесс и моделируется процессом фернхюиста. Этот же самый процесс описывает много других явлений природы. Например, он описывает механизм возникновения паники на бирже, урожайность яблок и много-много чего еще. Вот. Так вот, господа, когда мы занимаемся когнитивной графикой, хотел бы обратить внимание, что особенность этого процесса заключается в том, что нам нужно заниматься подбором того, в каком виде мы представляем данные. Раз, а иногда и подбором самих исходных данных. потому что, например, представьте себе ситуацию, что у нас в городе в некоторые дни среди белых дня вдруг включаются лампочки в каком-нибудь там, в нескольких домах. В этом случае, если у нас рядом с этими домами стоит термометр, он может зафиксировать повышение температуры воздуха. Причем вне связи с климатом. Ну, вот такая вот особенность. понятно, что для того, чтобы этот процесс выявить, считать температуру среднюю по городу или температуру среднюю за сутки бессмысленно. Нужно подобрать именно те данные, которые выявляют интересующий нас процесс. Эта задача весьма непростая. Поэтому когнитивная графика существенно связана с подбором. Что касается репрезентативной графики, да, и еще очень важно, что когда мы занимаемся когнитивной графикой, данные для рисования графика обязаны быть адекватными. То есть мы можем из адекватных данных что-то отобрать, но мы ни в коем случае не имеем права их подправлять. А вот что касается репрезентативной графики, то тут ситуация несколько иная. С целью увеличения, улучшения репрезентативности мы можем внести в исходные данные какие-то поправки. Потому что в репрезентативной графике для нас самоцелью является полученная картинка. Поэтому в репрезентативной графике есть одно важное правило. Мы можем исказить картинку, если хотим подчеркнуть какое-то явление, какую-то ее особенность. Но мы никогда не имеем права неправильно писать числа на диаграмме. Пожалуйста, обратите на это внимание. Мы имеем право исказить картинку, но числа мы обязаны писать точно. вот. Потому что если мы напишем числа не точно, то что при этом произойдет, известно по недавней сказке про 146%. Ну, кто-то может вспомнить историю несколько лет недавности. Да. Там суть произошла в том, что человек, готовящий диаграмму для телевидения, ошибся в написании цифр, чисел на диаграмме. В результате получилось, что кто-то это заметил, а в результате получилось, что на выборах проголосовало 146% избирателей. То, что это ошибка именно человека, готовящего диаграмму, ну, правда, дискутируют ошибка ли это, а может он нарочно кого-то подставил, но это сейчас не наш случай. Будем считать, что это ошибка. Очевидно, что он ошибся, но результат общеизвестен. Вот. Как бы, так вот, если вы занимаетесь репрезентативной графикой, имейте в виду, что неправильно написанное на диаграмме число, это вранье. Да, и нам этого не простят. Вот. А вот исказить графику можно, ну, разумеется, в разумных пределах. Разумеется, нельзя заставлять реку Волгу течь через Владивосток, это само собой. Но если мы хотим, например, подчеркнуть извилистые стреки, мы ее можем нарисовать на репрезентативной графике более извилистой, чем она на самом деле. Кстати, достаточно широко известный пример этого свойства. Если вы посмотрите на учебники астрономии, то вы увидите, что орбита Земли нарисована там в виде очень вытянутого эллипса. на самом деле орбита Земли действительно, как мы знаем, по закону Кеплера имеет вид эллипса, но проблема только в том, что этот эллипс, он настолько мало отличается от круга, что даже в космических масштабах вы это глазом не заметите. Это можно заметить, но не глазом. Тот факт, что орбита Земли отличается от круга и орбита Луны отличается от круга, у нас на Земле проявляется в том, что мы иногда видим полное солнечное затмение, а иногда кольцо образно. Вот если бы орбита была круговой, такого бы не было. Но, взглянув на саму орбиту, мы не поймем, что это не круг. Поэтому в учебниках ее рисуют вытянутой, чтобы все понимали, что это эллипс. Вот это типичный пример репрезентативной графики. Разумеется, никакого вранья в этом нет, это просто репрезентация. Итак, господа, пожалуй, вот два самых важных подводных камня, которые нас здесь подстерегают, я рассказал. Я постараюсь демонстрацию выложить в виде отдельного видео. Думаю, что двух-трех недель мне на это хватит, чтобы это сделать. Ну, с учетом того, что еще идут текущие занятия. Ну, а так, вопросом, который я здесь затронул, напрямую посвящен наш курс, который называется питон вычислительные возможности и визуализация данных. В нашем расписании он значится как питон четвертая часть. Хотел бы обратить внимание, что для того, чтобы изучать материал курса питон четвертая часть, не обязательно изучать материал курса питон третьей части. Третья часть посвящена веб-программированию и к четвертой прямого отношения не имеют. То есть, они вообще друг с другом связаны по стольку поскольку. То есть, никак. Ну, разве что так, что на сайте тоже можно рисовать граники. Вот. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть еще группа курсов посвященных объединенных общим названием Data Science. Там разбираются вопросы статистики, анализа и же с ними. Материал, который я сейчас затронул, там не разбирается, но, естественно, он для них понадобится. Вот. Ну и у нас такого курса пока нету, но, возможно, будет курс, который я уже упоминал, по библиотеке OpenCV в рамках курса интернет-вещи. Ну, а на сегодняшний день этой тематике посвящен курс Python 4 часть, который называется вычислительные возможности и методы визуализации. Господа, если ко мне есть какие-нибудь вопросы, то у нас есть еще пять минут, чтобы я постарался на них ответить. Если я не успею ответить, пока, пожалуйста, пока я продолжаю говорить, пишите их в чат. Значит, если я не успею ответить, то, пожалуйста, пишите вопросы мне на почту. по возможности я постараюсь ответить на почту. Вот, пожалуйста. Изоление по-английски как? Что? По-английски и изоление как? Ой, если честно, не помню. Я помню, как будет изоповерхность, изосорфис, да? Изо... Не помню. А вот насколько важно знать основу фортрана, поскольку там... Непосредственно для этого курса фортрана знать не надо. Знаете, я всегда провожу разницу между тем, что нужно для того, чтобы работать, и что нужно для того, чтобы начать. Так вот, для того, чтобы начать, фортран можно не знать совсем. Но, если вы занимаетесь научной работой, то его знать необходимо. другое дело, что это не значит, что надо вот сейчас все бросать и его учить. Всему свое время. Начать можно и без него. В частности, наши курсы никоим боком не пользуются знаниями фортрана. Поэтому, кто его совсем не знает, пожалуйста, приходите. что он и по-сторожей. И по-сторожей,